Я вот все время с тревогой думаю, а ну они правда скажут сейчас, а давайте вести переговоры. Я обозначил, что слишком много людей как-то начали рассказывать нам про мир во всем мире, давайте поговорим с Путиным и так далее, и так далее. По вашему мнению, что это значит? Ну и, собственно говоря, есть вот этот текст CNBC, есть, соответственно, две... Да, и, собственно говоря, есть два самых обсуждаемых текста сейчас. Сейчас это за тайм и, соответственно, за иконами. Ну, они абсолютно не связаны. Вот эта часть, часть вот этого громадного информационного наступления на Украину, это как раз связать эти два текста. Вот что навязывается. И, например, не только российская пропаганда, но я смотрю вот эти сервики «Дожди», «Медузы» и прочие российские либеральные источники, они именно так трактуют тексты Шустера и Заужного. Значит, примерно даже вот такая связь, вот некий Шустер наконец сказал, как вы правдоруб, сказал настоящую правду, и тут же откликнулся Заужный, опубликовав свою статью. Ну, это невероятно глупость, потому что это серьезнейшая статья его. И, кстати, можно посмотреть беседу с редактором «Экономиста», он русский эмигрант, Островский. Он работал как раз за ужином, говорит, что два месяца эта статья готовилась, переводилась. Она никакого отношения не имеет к статье Шустера. И если останется время, я бы потом подробно поговорил о ней. Там много очень интересных таких чисто военных размышлений, аналогии с Первой мировой войной, которую я хотел бы продолжить даже. Но основная ее задача какая? Это статья на английском языке, для западной аудитории. В общем, она очень прямо говорит очевидные вещи, которые мы с вами из Заужной давно говорили, что без технологической поддержки Запада, без самолетов, без авиации, без дальнобойных ракет, не в десятках, а в сотнях, без увеличения поставок и снарядов, и противовоздушной обороны, Украина не может выиграть войну. Вот его основной тезис. Дайте оружие современное. Да, дайте оружие, да. И, кстати, именно так это и воспринято. Вот администрация как раз сейчас ссылается на статью Заужного, говорит, вот видите, нужно необходимое оружие. А вот крайне правое крыло трампистской республиканской партии, трамписты, это еще раз подчеркну, не новый спикер, а там есть сумасшедшие, которые Майкл Джонсон уже успели объявить предателем. А они вот, вот видите, Заужин признается, что они все просрали, они ничего не могут, зачем мы будем давать им больше оружия. Это очень правильная статья как раз в центр проблем. Но я бы, да, часть негативного восприятия в украинском обществе, и даже связывание это со статьей Шустра, ну, идут они в паре. Вы же тоже в начале мне дали, как бы, задание, вот пару этих статей. Проблема перевода. Вот слово «stairmate», вот основное слово «stairmate» — это патовая ситуация. Он описывает, что в патовой ситуации без поставок оружия серьезных, война зашла в патовую ситуацию, в позиционную патовую «stairmate». А перевели как «tupik». Ну, можно говорить и «tupik», но «tupik»-то для обоих стран, а украинском обществе, почему-то часть украинского общества, мы смотрим, как Заужин сказал, что мы в тупике. Ну, это кричит вся российская пропаганда. Заужин сказал, что вся военная и политическая линия Украины зашла в полный тупик. Ну, вот примерно это, кстати, кричит в своей статье Шустер. Но у Заужиного это слово «stairmate» имеется в виду, что без дополнительных поставок оружия на русско-украинском фронте сложилась патовая ситуация. Ни та, ни другая сторона не может достигнуть решающего преимущества. Но если это так, между прочим, а это, скорее всего, так, то... Это уже неплохо. Но нет, но Заужин очень скромный человек. Для... После двухлетней войны это громадное достижение для страны, которая начала войну с противником, превосходящим его по всем параметрам, в разы. В разы по количеству самолетов, танков, артиллерии, мобилизационного потенциала, так называемая вторая мера, вторая армия мера. Это не тупик, это громадное достижение украинской армии и ее руководителя Заужиного. Они могут тявкать, они могут лаять, но ничего не происходит. Очень плохо, что в России люди даже не понимают, что такое свобода. Какая нужна свобода? Ну, давайте начнем с того, что нужна свобода выбора, свобода воли, свобода самовыражения, свобода от насилия, свобода во многих вещах. В России нет свободы ни по какому праву. Вы не можете не сказать ничего, вы не можете предпринимательством заниматься свободно. Свободно – это когда ты делаешь, платишь налоги и все, и тебя никто не трогает. Когда тебя облагают данью, когда тебе угрожают закрытиями, когда у тебя любой может отнять бизнес – это не свобода. Когда ты боишься ходить по улицам, потому что тебе менты могут подкинуть наркоту – это не свобода. Когда страна обслуживает интересы кучки силовиков – это не свобода. свобода – это когда ты не боишься за своих детей, когда твоих детей не уродуют, когда над ними не издеваются, когда их воспитывают творцами, творцами, созидателями, а не послушными рабами. Вы такие вещи не можете понять, потому что вы не понимаете, что такое свобода. Потому что вы всегда были рабами. За свободу нужно бороться. Мне приходилось в своей жизни бороться за свою свободу. Поэтому я знаю, что такое отстаивать свою свободу. А вы привыкли подчиняться. Вы же боитесь начальнику на работе слово против сказать. Когда вы зимой в снег ложите асфальт, это проявление вашей несвободы, потому что вы не можете сказать начальнику – ты идиот, в снег никто не ложит асфальт. Когда вы вкидываете бюллетени на выборах, это тоже не свобода. Вы рабы, вы посмотрите на себя. Когда вы идете на фронт, на войну, умирать, когда вы собираете для своих же мужей, сыновей, шмотки, чтобы отправить их на войну собрать, трусы им шлете, лечите их за свой счет, это тоже не свобода. Когда вы не можете против сказать, вы против этой войны. Ведь в стране очень много людей против, но они боятся это сказать, потому что нет свободы. У вас нет свободы даже распоряжаться своими детьми. У вас нет свободы распоряжаться своей зарплатой. У вас нет никакой свободы. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других зручных платформах. Реквизиты в описании к видео.